Практическая психология Здравствуйте, в эфире программа «Практическая психология» в студии практикующий семейный психолог Надежда Бушмелева. Сегодня тема нашей программы – «Игропрактика». Интересное и увлекательное, я бы сказала, вам мероприятие. Более подробно об этом явлении я сегодня хочу поговорить с Еленой Соковниной, игропрактиком, коучем. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. А также с Корчагиной Галиной, доцентом кафедры практической психологии ВИАДГУ. Здравствуйте. Здравствуйте. Давно ли вы впустили в свою жизнь, сейчас я обращаюсь к Галине, такое явление, как игропрактика? Ну, достаточно давно, потому что всегда занималась психологическими тренингами, и они были на грани как раз игропрактики. Но пришло время, когда мы можем говорить об этом уже очень глубоко и серьёзно. То есть тот накопившийся опыт, он превратился в системы. В системы, которые могут называться рефлексивными полями. Красиво звучит, да? Рефлексивное поле. Это мы всё, игра, игра, да? А почему для некоторых людей, например, кто далёк от такой науки, как психология, что такое рефлексия? Давайте мы сейчас. В данном случае оценка себя относительно ситуации, оценка своих внутренних состояний, возможностей, условий. Потому что мы живём в ситуации очень часто неопределённостей, и задача определиться относительно ситуации. И не искать какие-то силы, которые там внешние, там ещё там что-то, которые разберутся в этой ситуации. А задача как раз именно находить центр решения в себе. То есть мы с вами, как психологи, можем предложить человеку, да, с помощью вот тех игр, которые, например, называются настольные, да, некоторые люди говорят, ой, а что это вы тут делаете, в настолку играете, да? Мы можем дать, это, в принципе, инструмент, правильно, да, человеку, чтобы он порефлексировал, прислушался к себе и нашёл ответы на какие-то вопросы. Примерно так это звучит. Хотя игра настольная, она вот формат, но ведь на самом деле мы же играем в сознании. То есть мы только просто берём и проектируем то, что у нас есть, например, и проецируем то, что у нас есть в сознании, мы интерпретируем это с точки зрения, например, разных ходов, да, то есть обозначаем эти ходы. И вот как раз вот качество этих ходов как раз и обозначает глубину этой рефлексии. Зависит ли качество ответов, которые человек находит в процессе игры, от ведущего? Обязательно. Так, давайте тогда подробнее, да? Вот перед нами сидит ещё одна ведущая, Лена. Вот я как раз тоже хотела задать Галине Ивановне такой вопрос, вот сейчас просто он как-то всплыл, что а какими характеристиками, какими критериями должен обладать ведущий игропрактик для того, чтобы проводить игру на качественном уровне? Вот вопрос, наверное, во многих разных методических исследованиях и практических исследованиях этот вопрос поднимается всегда, и единой позиции нет, каким он должен быть. Это, наверное, как, скажем, опыт, который нарабатывает каждый психологический тренер или коуч, или там сейчас игропрактик, или мастер, по-разному называются. Ну, его очень красиво звучит. Да, да, да. Но вот задача именно в том, что как ты смотришь на игровое поле, вот на это игровое поле, на рефлексивное поле, вот можно смотреть на него со стороны хозяина. Так. А если я хозяин этого поля, то, значит, мой человек, который приходит в эту игру, он гость. Вот, если он гость, то мы устанавливаем ему жёсткие границы, ну, как бы мы приветливо обращаемся с ним, но если он нарушает наши правила, связанные с тем, что я хозяин игры, мы становимся очень жёсткими, доминантными и так далее. То есть такой подход, он не экологичен. Ну, вот часто мы, например, видим у коучей, да, вот такие, они, потому что тренеры, они ставят цели, задачи. Это, мне кажется, ошибочные впечатления, потому что если говорить, ну, вот, если так ремарочку вставлю, если говорить про классический коучинг по программе Эриксоновского университета, то там как раз коуч — человек, который находится в строгой нейтральной позиции. Он не может доминировать, он ничему не учит, он не менторствует, он не ведёт к какому-то заведомо известному ему результату, он находится полностью в нейтральной позиции и при помощи вопросов ведёт человека к его личному результату, даже если внутри у коуча совершенно другое понимание о том, каким должен быть результат, он в него не скатывается. Соглашусь, это, наверное, вот классика жанра, да? Это и есть фасилитация. Да, да, да. Ну, а бывает, бывает, как мы, например, сколько я сталкивалась, да, то сразу же спрашиваешь потом этого человека, ведущего, когда видишь, что вот он так жёстко в рамки ставит, да, игроков. У вас коучинговое образование? О, да, я. Я через эту школу прошла. Слово коуча, но съехало немножечко в негатив. Ещё могу сказать, что вот позиция, например, человека, который разработал игру, она на самом деле вот такая сложная. Ну, даже нужно же свою игру отдать и не быть в ней хозяином, да? Это так сложно. Сложно, конечно. Если ещё такая авторская игра, которая вынашивалась, например, на протяжении двух, трёх, пяти лет, да? Они так и вынашиваются по несколько лет. Вот, извините, прервала. Есть же вариант, когда можно мягко держать рамки. Ну, то есть в любом случае в игре есть какие-то правила. И если участник эти правила нарушает, то он, может быть, и нарушит ход игры. Ну, то есть вот если, допустим, это правило придумано в игре, то оно должно… Приведу пример. Допустим, в игре есть правило, предположим, там, если участник, допустим, незаметен, ну, есть какой-то, допустим, какие-то ходы, если он там прошёл круг, должен какую-то там или отдать сумму какую-то из своих денег, если это денежная игра. Если он забывает об этом, то он отдаёт в два раза больше. И то есть какие-то ведущие могут мягко отреагировать. Ну, ладно, ты забыл, я тебя прощаю. А какие-то могут жёстко это правило, ну, как жёстко, они могут это правило отстоять, но при этом они покажут участнику законы мира и законы игры. То есть подумай, где ты ещё в жизни так делаешь, и почему у тебя, допустим, происходит так, что не замечая чего-то, забывая о чём-то, ты теряешь в два раза больше. Вот идёт ли тут речь о том, что хозяин игры отстаивает правила? Нет, он не отстаивает, он просто создаёт условия для уроков, которые человек извлекает для себя сам. Вот это условие, самое главное, чтобы у самого ведущего не было бы желания подловить человека на эти всякие уроки и сделать какие-нибудь ловушки в этой игре. Дело в том, что хорошее поле игровое, оно самодостаточное, в нём есть все ситуации. Если хорошее поле сделано вот такое наспех, то каждый раз участник, он, значит, попадает вот в эти всякие разные пустоты, в ловушки, вот, и у хозяина вот этого игры создаётся впечатление, о, супер, там, значит, он расстроился, вот эта игра, вот там, значит, до слёз довёл, там, и так далее. Ну вот это вот, как скажем, человек в таком травматическом почти опыте играет, может быть, он и запомнит эту игру, но вряд ли он может её применить для каких-то, например, себе решений, изменений, там, например. То есть мы, скажем так, вот вмешиваемся в эволюцию, что раз мир не даёт информации, мы принимаем решения в условиях неопределённости, то вот тебе здесь создано вот условие неопределённости, и вот ты как хочешь с ней, так и поступай. Поэтому, например, скажем, вот создатель игры, он должен мыслить концептуально, он должен мыслить именно, чтобы у него в игре была целостность сценарных разных таких вот возможностей развития ситуации. Уже, например, он должен получить, скажем, у игрока должен быть выбор. Вот интересная позиция у очень многих, да, когда люди говорят, ой, да, мы познакомились с игропрактиками, и теперь вот сидим и думаем, как бы нам создать свою собственную игру. У людей складывается такое впечатление, что это можно вообще на раз, два, три, ну, у всех же получается, а почему я-то не могу это сделать? На самом деле, я так понимаю, что было бы неплохо, во-первых, разбираться в психологии, чтобы создавать психологическую игру. А что ещё необходимо для того, чтобы у тебя, кроме ещё вдохновения, чтобы вот эта игра была действительно, как вы сказали, самодостаточна, чтобы она имела право на жизнь, и потом, чтобы в неё легко с хорошими ресурсами потом, да, выходили и входили люди. Вот почему нужно, допустим, разбираться в психологии? То есть разбираться в психологии – это естественное условие, которое, например, ложится для того, чтобы можно было интерпретировать шаги участника, но самое главное – нужно понимать концепции, которые заложены в игре. Вот очень интересный, например, вопрос. Скажите, пожалуйста, какова метафора вашего игрового поля? И человек, который не понимает, что он создал, какую игру, он никогда не скажет, что на самом деле, вот, например, он заложил метафору. Он может там сказать, ну, не знаю, какую-нибудь вечность, ещё какую-нибудь метафору послать, но в данном случае это игры, созданные интуитивно. От того, что я гениален, я создал гениальную интуитивную игру, и она, как правило, не даёт человеку, вот, ну, то есть, вот, как скажем, настроение есть, ты поиграл, вроде там, значит, кубик покидал, карты повытаскивал, там, ресурсами по какими-нибудь позанимался, но при этом, при всём она как бы вот остаётся пустота. Ну, то есть она не даёт никаких вот этих… Структуры, да? Да, то есть вот это вот как бы нет вот этого… Вот рефлексивного-то как раз и не получается в этой игре практики рефлексивной, потому что потом нужно эту игру переложить в конкретную ситуацию жизни, профессиональной деятельности, чтобы человек, например, в своей работе мог это приложить. Даже если ему будет как-то некомфортно. Ну, вот, последствия после хорошей игры вот такой, проработки, ну, как бы они такой имеют долгий эффект. То есть, например, он три недели, он может, например, сейчас там отрабатывать какие-то вещи, например, связанные с проектной деятельностью. Вот, например, мало игр, связанных, допустим, с прокачкой проектной деятельности. Хотя везде, даже начиная в школе, да? Конечно. Вы на проектной деятельности регулярно эти проекты делаете. Если, например, туда положить идеи разных там, например, шага развития с точки зрения Щедровицкого и так далее, то это было бы очень интересно. Вот, но так как вот гораздо легче там, например, взять и играть с какими-то ресурсами очевидными, ну, вот, там, не знаю, там какие-нибудь там притяжения, там, выйду ли я замуж? А ещё лучше всего, когда мы задаём вопрос, что будет завтра? Вытаскиваем, значит, карту, о, завтра там это. Вот это гадательные технологии, они как раз выдают слабого мастера. Ещё тут момент такой, что, да, человеку уже хочется немножко чудес и волшебства, да? И вот, пожалуйста, дайте мне вот это чудо и ощущение, что я ещё и причастна к этому, ко всему. Кстати, хотелось сразу же сказать, вот я пыталась тебе вопрос задать, да? Каким образом ты пришла в игропрактику? Ну, первая игра, в которую я поиграла, это была «Путь к мечте», который создал Сергей Мамистов. Она, в общем, я в неё играла лет, наверное, 8 назад, я играла в неё, ну, раз 8 или 9 каждый год. Вот, тогда я познакомилась с играми, но о том, чтобы вести игры, как-то я не думала. Хотя у меня образование социальной педагогикой психологии, я училась у нас в педуниверситете, закончила. И потом уже позднее, когда вот я как раз получила классическое коучинговое образование, ну, не знаю, там можно ли громко говорить слово «образование», но, тем не менее, год я училась, почти полгода, и получила сертификат международного образца. И вот уже на эту, на коучинговую классическую основу, на неё очень хорошо легли игры, потому что я съездила в Москву несколько раз на фестиваль «Большая игра» и поняла, что я тоже это могу вести. То есть это, по сути дела, тот же коучинг, но через игру, только надо выбрать те игры, которые отзываются. И вот тогда в моей жизни появились метафорические карты, позднее я уже нашла игры, которые вот просто откликнулись мне, я поняла, что я понимаю их на уровне того, кто их создал, поговорила с авторами, купила эти игры, начала вести. Вот смотрите, сейчас на самом деле есть даже целое сообщество в России, которое именует себя игропрактики. Например, недавно ко мне в студию приходил Игорь Дубинников, кто считает себя, что тоже он игропрактик, и в Сколково ведёт тренинги. То есть это практически все сферы жизни, потому что, мне кажется, мы, наверное, все с вами не доиграли в детстве. Теперь мы можем себе позволить такую роскошь. Ну вот зависит ли само состояние человека? Вот я, да, я слышал очень многое про эти игры, но я пока так осторожно к этому отношусь. Или нет, давайте я прямо доверюсь вам и с головой уйду в эти самые игры. Зависит ли позиция человека, который играет в этой игре, от качества, точнее, от результатов, которые он может получить? Зависит, потому что он должен стать субъектом этой игры. То есть это вот ожидание чуда и так далее. Дело в том, что он может как раз, вот если позиция субъекта, она такого зависимая очень, да, что я жду чуда и так далее, он обязательно найдёт того самого мастера, да, который скажет, игра вам сказала, значит, вот поле вас выкинуло, поле вас затянуло, ну я не знаю, там, то есть как бы это всё будет какой-нибудь мистикой покрытой и так далее, что у человека появится ощущение, что вот, значит, ну какой-то такой, знаете, мистический, почти астрологический вот такой вот… Эзотерический. Мистический там, да-да-да, план. Ну вот это вообще смешно, просто смешно. Ну вот, а на самом деле, например, задача оставаться субъектным, то есть всё время видеть, помнить, понимать, что ты сам создаёшь себе вот эту генерацию своих, так скажем, событий в жизни, сам их себе генерируешь и сам отвечаешь на эти события. И даже с точки зрения, например, игры, ты просто пробуешь, ты репетируешь вот эти события, и у тебя находятся разные решения. Вот я ещё раз говорю, что если поле очень беспокойно, с точки зрения, там, он цветное такое, знаете, там, фиолетовое, красное, там, значит, какие-нибудь там рисунки канареечных расцветок, то вот, значит, вот нестабильный сам ведущий, да не очень стабильный клиент, как бы игра запомнится, но она будет со счётом таким вот нулевым. То есть это вот просто мы, значит, славно здесь вот проверили время, но так и не поняли, на какой уровень вышли. А вот это, да, как измерить, какой уровень? Вот мне сейчас очень интересно, что является вот этой самой измерилкой, линейкой? На каком уровне я была и на каком уровне я буду после игры? Вот если человек вышел после игры очень спокоен, спокойным вышел, да, это значит, что всё в его вот этой игре удалось так, как нужно. То есть он вышел, вот психологи бы в этом смысле сказали. Эмоционально стабильный. Да, эмоционально стабильный. То есть у него есть когнитивное представление о том, когнитивное, то есть осознанное представление о том, что он сейчас будет делать. То есть он выходит с решением своих каких-то задач. Он не уходит там, например, ошеломлённый каким-то там успехом, или он там так мотивирован, что сейчас прямо, знаете, перевернёт мир и так далее. А он как раз очень спокоен, это говорит очень такое, скажем, хорошее состояние, то есть это именно состояние стабильности, что очень важно. Ну вот, если сам по себе ведущий хочет каких-то эффектов и так далее, он своими вопросами выводит человека из этого состояния. Состояния равновесия. Потому что можно вот этими неграмотными вопросами, ну просто сбить у человека эту планку стабильности очень легко. То есть одно из условий вообще проведения всевозможных вот этих игр, это, мне кажется, профессионализм, потому что мы с вами понимаем прекрасно, что периодически человек может попасть в то или иное травматическое состояние, переживая какие-то определённые этапы даже, например, в игре, связанные, например, с проотношениями, которые я веду. И очень важно, чтобы ведущий мог вовремя поддержать и помочь справиться с этими состояниями. У Лены есть игра, в которую я играла с удовольствием. Это игра «Благодарность». Знакомы ли вы с этой игрой? Вот слышала, но не играла. Вот мне кажется, поиграв в неё один раз, понимаешь, сейчас я обидно такими красивыми буду словами говорить, вот эту самую магию чувства благодарности, когда ты благодарен всем и себе прежде всего за то, что происходит в твоей жизни. И без этой игры ты, конечно же, можешь другие методики использовать, но эта игра тебе даёт понять сразу же, где ты проседаешь, в какие моменты, где тебе трудно за что благодарить. И вообще иногда приходит, игра заставляет тебя подумать, вообще, насколько ты благодарна. Может быть, ты вот прямо такой чёрствый сухарь, на который никогда я не задумывался на том, что надо говорить спасибо, благодарю, и при этом дальше двигаться. Рекомендую вам познакомиться с этой игрой, она мне понравилась. Спасибо. Лена, почему ты выбрала эту игру? Сейчас сформулирую. Я ещё просто хотела немножечко вернуться. Пока слушала Галину Ивановну, у меня такая чёткая формулировка в голове сложилась, о том, каким должен быть игрок в игре. И я поняла, что несмотря на то, что игры — это про детство, но всё-таки, но человек в игре обязательно должен быть в позиции взрослого и нести ответственность за свой результат сам, и не прикладывать его на высшие силы, на ведущего, на кого-то ещё. А то, что касается игры «Благодарность», она как-то вообще неожиданно пришла. Я просто увидела её в интернете, почитала описание и поняла, что она мне очень отзывается. Может быть, кому-то покажется такое название слегка пафосным, потому что считается, что вместо «спасибо» говорить «благодарю» там как-то очень слегка пафосно звучит. Но на самом деле эта игра очень глубокая, и она про то... Причём, если человек не готов идти на глубину, то он может по поверхности поиграть, и он тоже свой результат получит. Но другой. И она про то, что можно посмотреть через призму благодарности на самые разные сферы своей жизни и проработать любую из тем. Но опять же, я тоже хочу сказать, что тут важно понимать самому ведущему, насколько он компетентен в работе с той или иной темой. И если я вижу по запросу, что человек пришёл с какой-то очень травматической ситуацией, и я понимаю, что я некомпетентна вот сейчас с ним работать, я просто его мягко ему откажу и скажу, что вот у меня есть прекрасный, допустим, семейный психолог Надежда Бушмилева, или там есть психотерапевт, кому я могу порекомендовать обратиться, но как ведущий, допустим, его в игру не возьму. Ну а я сейчас предлагаю прямо нас с вами трое, да, давайте каждый из нас проговорит, за что вот вы, например, да, Галина, благодарны сегодня Вселенной? За свою семью, за любовь к своим близким, за то, что жизнь им продолжается, за то, что вообще вот всё это происходит со мной. Отлично. Лена, у вас кому сегодня благодарность? Вот если говорить прямо про день сегодняшний, да, ну как бы понятно, что за какие-то вечные, такие вечные ценности в своей жизни, да, но прямо день сегодняшний как-то складывается неожиданно. Сначала позвонила Надежда и сказала, вот я сегодня записываю программу, давай ты придёшь в студию как гость, я такая, хорошо. Потом выясняется, что Сергей прийти не может, и придёт Галина Ивановна, и я сейчас сижу, слушаю и понимаю, я уже вот, можно сказать, третий год игропрактиками занимаюсь, но я не знала, насколько глубоко это у нас исследуется в Кирове, и я прямо так сижу и понимаю, что я хочу продолжить общение дальше с Галиной Ивановной, я вот, наверное, за эту встречу неожиданно очень благодарна. Отлично, я тоже благодарю вас за то, что вы в программе «Практическая психология», и вот прямо сейчас Лена как будто бы с языка у меня сняла по поводу того, что вот смотрите, вроде бы игра, да, да, пусть это будет рефлексивное поле, площадки, да, но расскажите, вы делаете целую научную работу, по-моему, на это, да? Конечно, да, да, да. Что это за работа, кто в этом участвует, и какой должен быть конечный результат? Мы сейчас выходим на проблему структурно-уровневая саморегуляция целеполагания личностей. Вот такая сущностная вещь. Сущностная. Для чего она делается? А вот как раз требования к результату у нас будут такие, что мы закладываем туда разные, скажем, уровни регуляции, которые должны интегрироваться и очень сильно сфокусировать человека на достижении каких-то очень, например, высоких целей. А вдруг мы, например, сыграем, и у нас будут космические какие-нибудь разработки, связанные со своими дальнего космоса. Отлично. Потому что человеку очень часто не хватает фокусировки, и он не понимает, какой уровень саморегуляции у него не работает. Я уже хочу в этом участвовать. Да, у нас есть наши аспиранты, преподаватели. У нас прямо, знаете, очередь, можно сказать, в эту тему, потому что она даёт возможность, то есть она очень большая тема. Я ввела в курс своих руководителей Галины Ивановны Симонова, директора Института декана Вячеслава Викторовича Утёмова, и, в общем-то, получила благословление на то, чтобы это была наша, так скажем, научная тема, которая помогла бы, например, ну, скажем, может быть, создать даже какую-то площадку такую у людей, которые не работают в УЗИ, но, например, будут игропрактиками. Отлично. Прямо, мне кажется, мы нашли друг друга, да? Скажите, пожалуйста, студенты в этом активно участвуют, да? Будут. Будут ещё пока только, да? Будут и участвуют, то есть уже у нас есть целая очередь для курсовых работ, причём я выбираю себе сама студентов, потому что понимаю, что это должен быть человек с такой вот, ну, скажем, он должен быть вот именно с неожиданным каким-то таким вот, то есть умение вот проявить себя в трудной какой-то ситуации, то есть, потому что всё это нелинейная очень такая вещь. То есть унисистемная, я бы даже сказала. Да, 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 и мы, скажем, пользоваться будем методиками, где мы будем делать именно корреляционный анализ между, например, работоспособностью и умением держать цели. Допустим, там надёжность личности, профессионально надёжность личности и умением достигать цели. Там, конечно, пока сейчас очень много такой секретной информации для того, чтобы вот... Мы не будем вас пытать. Шутка, секретная информация, но это означает, что у нас есть специальные заготовки такие для того, чтобы мы могли в игровой, то есть она такая экспресс-диагностика, блиц-игры и так далее, чтобы можно делать это было очень быстро. А после этого будет создано такое, скажем, большое многоуровневое поле, чтобы человек отыграл волевой уровень саморегуляции, там, когнитивный уровень саморегуляции, там, допустим, эмоциональный уровень и так далее. То есть разные-разные уровни. То есть я правильно понимаю, а как-то вот будет эта игра, ну или, да, иметь возрастную какую-то планку? Или, например, мы можем уже привести подростков, да, у которых там с волевыми качествами и всё, и он, проиграв эту игру, понимает, вот тут слабо, вот здесь хорошо, значит, нужно подтянуть вот эти моменты, да? Она будет диагностическая и в то же время развивающая одновременно. Ну, как здорово. И причём диагностическая на том уровне, что человек сам понимает, что не от кого-то он это слышит. И я думаю, что мы возьмём и будем использовать её при отборе персонала в проектные команды. И у нас как раз именно выстроены такие уже системы, что, например, различные роли в этих командах. Например, тигр – это вообще, так скажем, лидер проекта. Слон – это консультуалист проекта. Там, допустим, петушок – это переговорщик этого проекта. Сова – это, значит, критик разных идей этого проекта. Заяц – это, значит, вечный, там, например, перебежчик, который ищет новые идеи и так далее. И просто-напросто они все встречаются на одном игровом поле. У каждого есть своя цель, которую нужно достичь. Но в результате они должны достичь все вместе целей проекта. Вот совсем недавно я читала историю про то, что одна всемирно-мировая корпорация, искала себе две команды, которые должны были сделать реально очень дорогой проект. И одна уже команда потирала руки и говорила, все, мы взяли этот проект, сейчас у нас все получится. Их взяли в самый последний момент, заставили поиграть. И в итоге оказалось, что та игра показала, что вот эта команда-лидер, она в реальности потом бы не справилась с этой задачей. Они очень долго спорили по поводу того, что, ну что, какая-то ваша игра, ведь у нас все остальные показатели просто великолепные. Но было принято решение, что именно вот та команда, которая в игре выиграла, но имела до этого уже такое второе место, стала реализовывать вот этот дорогостоящий проект. Я думаю, что у них все получилось, потому что они помнили о том, что они с позиции взрослой, тем не менее, внутренний ребенок у них всегда при них. Мы на кафедре посмеиваемся, но у нас есть такое понятие ЧПЦ, человек полного цикла. Так вот в игре ЧПЦ вот как раз оно и проявляется. То есть это быть на поле до конца. И точно так же в проектной деятельности точно так же нужно быть до конца. И бывает так, что люди предвосхищают результат проекта, эффект и так далее. И потом, например, когда вдруг получается что-то не так, как они хотят, они начинают кидать ноутбуки, там начинают сворачивать свою деятельность, ну просто выпадают они из этого проекта. В игре это же самое происходит. То есть это называется непринятие результата игры. Да, непринятие результата игры. Когда человек, например, понимает, что у него всего лишь не хватает определенного уровня саморегуляции, он начинает понимать, какого уровня саморегуляции не хватает. Он начинает с этим жить, начинает с этим работать, он становится лучше. Поэтому, например, коуч, который у него, скажем, эта игра логична, обоснована. То есть мы понимаем, какие требования не сама вот игра, как вот показала и так далее, а созданные условия вывели. То есть он понял, что он не человек полного цикла. То есть он ненадежный. То есть это нынче, например, ну как бы с такого качества, это как профнепригодность. Мы еще смеемся, что может человек, например, быть очень надежный, но вообще не может моделировать. То есть он не может понимать, куда он идет. И вот от его надежности всем становится плохо, потому что все говорят, что лучше бы он не ел этого и так далее. Поэтому это все смешно, это все мы начинаем видеть с точки зрения игры, а там, над чем мы можем смеяться, значит, это можно легко, скажем, пережить и легко трансформировать. Поэтому вот в игровом пространстве это можно делать, и это можно делать безопасно, но потом нужно очень долго разбирать, как вообще все это происходило, и что я могу сказать, например, по поводу своего участия в игре. Вот действительно, это очень важно, да, иногда некоторые игры занимают там 4-6, иногда целый день, да, как вы говорите прямо, тренинг, да, тренинг-игра. Но очень важно, что после этой игры ты еще вот эту рефлексию получил, да, причем полноценную такую, да, и не только свое внутреннее состояние, но и со стороны, как тебя видят, как рассматривают. Вот долгие игры тоже, они не в цене, в том смысле, что, например, у бизнесменов мало времени, нужна блиц-игра и нужно такое рефлексивное поле, чтобы я очень быстро поняла, например, где у меня, так скажем, какие-то вот обрываются, скажем, мои компетенции, когда я, как скажем, становлюсь вот именно, ну, не могу перейти на другой уровень, одним словом, так скажу, да, то есть что реально, вот, скажем, не то, что мешает, а что вот есть такое, что я, например, тороплюсь очень, да, настойчиво, так скажем, стремлюсь, но, например, вот этого шага у меня не получается, да, ну, вот, и поэтому не мы открыли эти такие короткие блиц-игры, потому что бизнесмены в любой книге, это написано у Питера Друкера, они читают только первую главу. Отлично. Зачем читать все остальные? А потому что если там еще не посущностное, они читать не будут. Вот. Поэтому всякие форматы, например, таких вот, там, бизнес-сказка и так далее, то есть это вот еще и оттуда. Если, например, теория переложена в виде бизнес-сказки, она оказывается, например, очень легко воспринимаемая. Здесь точно так же. Бизнес-сказка в игре. Ну, вот, но эта бизнес-сказка, она должна быть очень короткого формата, она должна быть вот такая, скажем... Прямо как крепка. Да, она должна быть такая, скажем, вот, жесткая по форме и, например, там, строгая. Ну, мы точно знаем, какую потребность данная игра может отыграть. Ну, вот, если, например, вот у меня нет потребности в самоопределении, я не буду играть долго там, например, в какую-то утомительную игру. Но если у меня есть потребность в порядке, структурировать, например, внутренний опыт, хочу разобраться, что у меня с процессами в компании и так далее, я буду играть в игру, которая упорядочит вот именно, то есть сделает последовательные какие-то мои вот эти задачи. Вот, поэтому, вот, между прочим, у каждого игропрактика есть внутренняя потребность, которую он за счёт игр своих отыгрывает для того, чтобы, например, самому в себе разобраться. Разобраться. Да, недаром же, как говорят, да, вы думаете, вы игры выбираете? Нет, это игры выбирает вас. Да, да, да. Поэтому вот я, например, первую игру, которую, авторская игра Чайки, это вот про отношения, да, мне она понравилась очень, и я обучилась с ней сначала, думала, как это так сделать через скайп или ехать мне к ней, каким образом это решать. Да, действительно, для меня тогда это было актуально, и потом я поняла, как это оказывается легко, и просто через игру увидеть вот ресурсы или недостатки, которые у тебя есть в данный момент в отношениях. Лена, к вам немножко вернёмся. Скажите, вот в том году делали фестиваль, да? Фестиваль был, знаю, интересный, сама там в нём участвовала. Тем не менее, вот просто идея поиграть, или же вы считаете, что это полезное дело для тех людей, которых это интересует? Если говорить по поводу фестиваля, то в прошлом году стояла задача, скорее, наверное, всколыхнуть город с точки зрения игр, потому что когда я понимала, что вот я веду игру, там, допустим, кто-то ещё ведёт игру, но мы такие все сидим где-то в своих норках и проводим тихонечко игры, а тем не менее, вот года три назад, когда я хотела сюда привезти игропрактика из Москвы с игрой, не помню уж, какая там игра была, но, в общем, суть такая была, что когда я собирала группу людей, в итоге я группу так и не набрала, это было неудачно. Потому что люди не понимали, что это такое, да? 90% людей спрашивали, это что вообще? Это вот как бы, что вообще будет? И потом в итоге я подумала, что будет здорово очень, если вот люди просто поймут, если тут что-то, какое-то масштабное действие пройдёт. И когда я посмотрела, как это проходит в Москве, нашла в Кирове единомышленников, мы подумали, что почему бы нам вот такую волну не запустить? И волна на самом деле запустилась, потому что на этой волне очень многие игропрактики потом начали быстро группы сыграть, и люди поняли, что это такое, они пошли, потому что в прошлом году на фестиваль даже многие шли не потому, что они знали, что такое трансформационные игры, они шли, потому что им было интересно что-то новое, то есть какое-то происходит событие, какие-то игры, что-то там будет. Они пришли, познакомились и поняли, что это здорово, и что это на самом деле прекрасная возможность проиграть какие-то жизненные моменты свои вот на одном игровом поле. В этом году мы тоже ждем вас на фестивале. Мы соединились. С какими играми вы будете? Мы возьмем игру, которая уже хорошо у нас почти выходит на спортивный уровень. Это Life Mentor. Управление временем. Дальше Сергей принесет игру карта Тамболи. Отлично. Он принесет еще свою игру авторскую. То есть у него линия жизни или линия времени. Да-да-да, линия времени. Ну и будут представлены разные мелкие игры в качестве, например, того, чтобы показать, какие они вообще могут быть. Да, мы нынче посылаем молодежь для того, чтобы они посмотрели и, так скажем, увидели других, например, игроков. Ну и, естественно, например, в рамках нашего центра возможно будет такое сотрудничество. Если вы решитесь, например, вместе с нами писать какие-то практические исследования и так далее, то почему бы нет? Отлично. Молодежь с опытом и с научным подходом. Отлично. Спасибо вам большое. Сегодня мы говорили про трансформационные психологические коучинговые игры. У меня в гостях была Елена Соковнина, игропрактик, а также Галина Корчагина, доцент кафедры практической психологии ВИАДГУ. Ну а я, Надежда Бушмель, попрощаюсь с вами. Желаю всем отличного настроения. И относитесь к жизни иногда не так серьезно. Можно ведь и поиграть. Практическая психология.